Мэр Кемерово рассказал о планах ликвидации маршрутных такси в 2022 году. В следующем году кемеровские маршрутки исчезнут, но Илья Сердюк пообещал поберечь пассажиров от сильных потрясений. По словам мэра Кемерово, ежедневно в будние дни в рейсы выходят 380 автобусов, среди которых как муниципальный транспорт, так и маршрутные такси. Такая система сложилась несколько десятилетий назад, но три года назад мы стояли у определенной черты, когда выпуск автотранспорта на линию достигал катастрофической низкой величины – менее 80%. Это было связано из-за большого физического и морального износа. По сути, автобусы были настолько сломаны, что выпускать их на линию было нельзя, рассказал мэр. И добавил, что в связи с этим вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым было принято стратегическое решение о модернизации подвижного состава городского общественного транспорта и его замена на современный. В результате за три года за счет федерального, областного и муниципального бюджетов был полностью обновлен весь муниципальный парк автобусов – это 289 новых машин. По его словам, в 2022 году в Кемерове истекают правовые основания для работы маршрутных такси. Это в основном пазики частных перевозчиков, на работу которых сейчас больше всего поступает жалоб от пассажиров. Тем не менее, маршрутные такси сегодня выполняют значительную часть транспортной работы. И чтобы последний этап модернизации прошел как можно мягче, мы предложили частным перевозчикам перейти на новый тип автобусов, такие же удобные, как и нынешний муниципальный парк, написал мэр. Кроме того, мэр пообещал единую стоимость проезда во всем общественном транспорте с сохранением льгот, которые компенсируют перевозчикам субсидия. Мурманск вошел в топ-20 регионов по качеству общественного транспорта. Мурманск занял 19-е место в рейтинге регионов по качеству общественного транспорта в 2021 году. Анализ данных 76 российских городов был произведен компанией «Симметра». При этом в рейтинг не были включены такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей – физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих показателей определялся общий рейтинг городов. Мурманск впервые попал в данный рейтинг и сразу набрал 62 балла, что помогло ему закрепиться на 19-й строчке. Согласно данным исследования, суточный пассажиропоток в Мурманске составляет 137 тысяч человек. По городу пролегают 4 троллейбусных маршрута и 27 автобусных. Аналитики подсчитали, что в Мурманске имеется 108 троллейбусов, средний возраст которых 9,4 года, а также 563 автобуса со средним возрастом 7,8 лет. При этом доля транспортных средств большой вместимости достигла 56%, а доля транспортных средств с наличием низкого пола – 20%. Среднее время ожидания троллейбусов и автобусов на остановках в Мурманске составляет 1,36 минуты, а среднее время ожидания маршрута на остановке – 6,3 минуты. В Ярославле три маршрута общественного транспорта усилят дополнительными автобусами. В правительстве Ярославской области сообщили, что на маршруты, которые обслуживает перевозчик ГИРФ Транс, выйдут 8 автобусов. 13 декабря дополнительный транспорт появится на маршрутах номер 65 и 49, а 15 декабря на маршруте номер 32. После привлечения новых перевозчиков из Москвы и Санкт-Петербурга у ярославских транспортных предприятий появилась возможность усилить свои основные маршруты, отметил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. В частности, на следующей неделе увеличивается число автобусов на трех основных маршрутах ООО ГИРФ Транс на 20%. Об этом очень просили жители города, а сейчас, как раз благодаря перераспределению выпуска, у перевозчика появилась такая возможность. Изменения возможны и на других маршрутах. Будем прорабатывать вопрос с транспортниками. В региональном правительстве ответили, что также держат на особым контроле работу федеральных перевозчиков. В Кировскую область прибыли первые 67 автобусов из 117. 9 декабря в Кировской области презентовали 10 новых автобусов. Партию в 117 машин закупили за миллиард рублей. Решение было принято правительством региона совместно с депутатами ЗАГС Собрания. На данный момент в область уже поступила первая партия техники из 67 единиц. Автобусы поделят на две части. Для обслуживания пассажиров Кирова 67 автобусов и для межмуниципальных перевозок 50. У городских машин снаружи имеются три электронных табло с номером маршрута и названием остановок. Салоны оборудованы антивандальными сидениями, системой климат-контроля, двумя большими мониторами и бегущей строкой, где будет транслироваться информация о маршруте. В декабре на улице Кирова выйдут первые 10 машин. Остальные будут ждать января. Известно, что новые автобусы пустят по маршрутам номер 2, 5, 16, 46 и 87. В Казанском метро начали курсировать новогодние поезда. Каждый вагон электродепо, в общей сложности их 5, украшали сотрудники МУП метроэлектротранс. Они на собственные средства купили елку, мишуру, новогодние шары, гирлянды, снежинки и краски. В качестве новогоднего оформления они использовали еловые ветви с игрушками, изображения снегирей и снеговиков, которые нанесли гуашью на окна поездов. Помимо этого, пассажиры метрополитена на станциях могут полюбоваться наряженными елками с гирляндами. Такая новогодняя практика проводится ежегодно. От пассажиров поступают только позитивные комментарии. В этом году в социальных сетях уже тоже появляются фотографии, рассказали в пресс-службе. Также к украшению подвижного состава подключились трамвайное депо и троллейбусное депо номер 1 и 2. Водители и кондукторы также ежегодно украшают трамваи и троллейбусы, чтобы придать новогоднее настроение пассажирам. Около 320 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями большой кольцевой линии метро с момента запуска. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Новые станции БКЛ набирают популярность. Менее чем за три дня на них побывало уже около 320 тысяч пассажиров, почти как все население Смоленска. 175 тысяч человек зашли на станции, а еще 145 тысяч человек сделали пересадки, говорится в сообщении. Уточняется, что в первый вечер работы станции 7 декабря ими воспользовались 53 тысячи пассажиров, 8 декабря 132 тысячи, 9 декабря почти 135 тысяч. Так, наиболее популярными из новых станций 9 декабря стали Каховская – 28 тысяч пассажиров, Кунцевская – 26 тысяч пассажиров и Воронцовская – 17 тысяч пассажиров. В Новокузнецке обновят парк городского транспорта. Более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на обновление автопарка в Южной столице. Закуплена партия экологичного транспорта – 19 троллейбусов и 20 трамваев. Транспорт отвечает всем современным требованиям комфорта. Электробусы с динамической зарядкой с увеличенным автономным ходом, вне зависимости от погодных условий, они могут пройти до 60 километров. Удобные условия для водителей и пассажиров. Установлены кондиционеры и мощные отопительные системы, а также медиакомплекс. Также в новом подвижном составе присутствуют датчики подсчета пассажиропотока. Уже в середине января машины выйдут на маршруты. Возведенные в Смольном остановки общественного транспорта не прошли проверку снегом. Остановки общественного транспорта не выдержали обильных снегопадов, пришедших в Санкт-Петербург вместе с циклонами Бенедикта и Даниэль. Из-за 40-сантиметрового слоя снега и, видимо, недостаточной прочности конструкции, крыша нескольких павильонов провалилась. Изъяна городской инфраструктуры заметили петербуржцы и прислали фотографии остановок с проломленными крышами в социальные сети. С началом календарной зимы остановки городского транспорта Северной столицы стали источником опасности для пешеходов. Поскольку коммунальщики не убирали снег с улиц города должным образом, вокруг павильонов начали расти сугробы. Теперь к этой проблеме добавилась надежность крыш остановок. Горожанам очевидно, что качество возведенной Смольным инфраструктуры оставляет желать лучшего, как и работа муниципальных коммунальных служб. Субтитры создавал DimaTorzok